Продолжение следует... А еще лучше машина все. Машины нет? Нет, не машины. А почему? А я сейчас летать на заводе работаю. Я сейчас много прошу, серьезно. Мне нужна твоя работа не так снесла, как иначе. Ага, прям боюсь обещать что-то. Я сюда сейчас загребнулся. Как говорится, у нас пришла беда твоя ворота. У меня дома сейчас водопровод прорвало. В погребе поток был. А мы должны вас послезать. Последствия устраняют. Машина сейчас закрылась. Все. Прям карачун какой-то. Сегодня еле-еле доехали. Уже все бом-бом-бом. Вот так вот. Я еще вчера почувствовал. Так думаю. А что читается-то сегодня? Сегодня Галатом второй тонн. А чего у тебя водопровод прорвало? Ну, там еще все советское. В общем, фитинги-то новые, а трубы старые. Трубу прям вырвало. А-а. И благо, что сорвало, когда я домой вернулся. Если бы меня не было, там уже хороший поток был. Я захожу и слышу в погребе. А так подтопило погреб, да? Ну, там у меня песок. Быстро все вниз ушло, слава богу. Это очень хорошо. Ну, я центральную эту трубу перекрыл. А теперь боюсь ее открывать. Придут убираться. Вы же дверь откроете. По графику уборку будет. Ну, вот когда, раз в две недели, в течение зимы. Вы же будете там писать. Ну, что, все зашли? Детская комната. Там по темке никого нет. Царю Небесный, утешителю души и стены, И жизнь везде сын, и вся исполняй. Сокровище благих и жизни подателю Приди все лисяны, где очистены от всяких склемы. И спаси блажей души наши. Милостивый Господь, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Прибудь с нами, путеводи нас Духом Твоим Святым, И даруй нам искать Царствие Твоего Небесного. Даруй нам не оскверниться греховной нечистотой, Но быть чадами Твоими, И искать Царствие Твоего Небесного. Господи, даруй нам быть чадами Твоими, На Тебя уповаем, Тебе за все хвала, Отец и на Дух Святой. Аминь. Сегодняшнее чтение Послание Галатам Святого Апостола Павла Глава 6, стихи с 11 по 18 Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Стих 11 Видите, как много написал я вам своею рукою. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского Немного поговорив в нравственном духе, Он снова возвращается к прежнему, Что тревожило его сердце, И показывает, что сам собственноручно Написал все это послание. Не для того, чтобы только показать к ним любовь, Но чтобы и уничтожить злое подозрение. Так как клеветали, что он проповедует Одним одно, другим другое. Поэтому он вынужден был дать Письменное свидетельство своей проповеди. А прочие послания писали другие. Сам же он подписывал только приветствие. Выражение же, как много, Указывает не на обширность, А на некрасивость письма, как бы говоря. Хотя я и не умею прекрасно писать, Однако принужден был Собственноручно написать это послание. Стих 12 Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться, Только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Толкование Желающие, говорит, хвалиться по плоти, То есть у людей, именно у иудеев, Ибо они порицали их, как отступников от отеческих обычаев. Принуждают вас обрезываться, Оправдываясь пред иудеями через вашу плоть. А словом принуждают, Показал, что они неохотно переносят его, И вместе с тем дают им побуждение к возвращению, Как невольно заблуждающимся. И по другой, говорит, причине они делают это, Ибо чтобы не подвергнуться им преследованию и гонению из-за креста и веры, Потому что они приступают ее и обрезываются, Они желают и другим быть участниками в обрезании. Стих 13 Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, Но хотят, чтобы вы обрезывались, Дабы похвалиться в вашей плоти. Толкование Не по человекоугодию только, говорит, Но и по честолюбию делают это. Ибо не по ревности к закону, И не ради благочестия, говорит он, совершают они это, Но из-за честолюбия, Дабы похвалиться в вашей плоти, То есть, чтобы похвалиться обрезанием вашей плоти, Так как они, якобы ваши учителя, И имеют вас учениками. Стих 14 А я не желаю хвалиться, Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, Которым для меня мир распят, И я для мира. Толкование Те, говорит, пусть хвалятся обрезанием, Делом отмененным, Но для меня, да не будет другой похвалы, Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, То есть верой в распятого, Который, крест, отменил закон, Отвращался от себя, как непотребного, Призывая даже на это помощь Божию. В чем же состоит похвала о кресте? В том, что для меня, недостойного, Был распят Господь, Так возлюбивший меня, Что предал даже самого себя. Итак, для Павла и для всякого верующего крест служит предметом похвалы, Потому что в нем проявляется любовь Господа к нам. И какой рад не хвалится любовью своего Господина. Миром называют житейские дела, Славу, богатство, удовольствие. Итак, они умерли для меня, И я мерз для них, Двойное умершление. И они не могут овладеть мной, Так как мертвы, И я сам прибегнуть к ним, Потому что мертв. Стихи 15 и 16. Ибо во Христе Иисусе Ничего не значит ни обрезание, Ни не обрезание, А новая тварь, Тем, которые поступают по всему правилу, Миром и милость, И Израилю Божию. Не указывай, говорит он мне, На обрезание, Которое не имеет никакой силы, И бесполезно, как и не обрезание. Ибо Христос все обновил И требует от нас новой жизни. Жизнь во Христе новая тварь, Потому что души ваши, Обветшавшие грехом, Теперь обновились крещением, Потому что в будущем веке, Обновившись телом И сделавшись нетленными, Мы удостоимся нетления и славы. Итак, кто пребудет в этом правиле Новой жизни по образу Христа, Избегая обветшавшего И потерявшего силу обрезания, Тот достигнет мира с Богом, Освободившись от грехов, Которые делают Бога врагом нам, И удостоится человеколюбия, Не подвергаясь уже ненависти, Как враг Божий, Но удостаиваясь милосердия, Так как наступил для него мир, Крестом и благодатью. И таковые составляют Израиля В собственном смысле, Как видящие Бога. А те, которые не таковы, Хотя бы и были Израильтянами по роду, Ложно так называются. А это заимствовал Павел у Давида, Который говорит, Мир на Израиле. Псалом 114, 5. 17 стих. Впрочем, никто не отягощай меня, Ибо я ношу язвы Господа Иисуса На теле моем. Покование. Это говорит он не как утомленный И обезнадеженный, Да и как это возможно тому, Который увещевает Настой во время и не во время. Второе Тимофею 4, 2. А из желания, Чтобы данные им постановления Были непоколебимы, И чтобы галаты не ждали От него ничего другого, Но были убеждены, Что он так проповедует. В оправдание, говорит он, Против тех, которые говорят вам, Что я лицемер, И в других местах проповедую Обрезание, Я имею язвы и напасти ради Христа. Ибо они сильнее всякой речи Свидетельствуют, Что я подвергся опасностям Не за закон, А за учение Христово. И не сказал имею, А ношу, Как некий трофей Или царский знак отличия, И горжусь ими. Стих 18. Благодать Господа нашего Иисуса Христа Садухом вашим, братья. Аминь. Толкование. Этим пожеланием им Показывает, что не по гневу И ненависти все это высказал. И в этом заключается Не только пожелание, Но и наставление, Запечатлевающее все сказанное. Ибо напоминает о благодати, Которую они получили Не через закон, А верой во Христа. И не сказал с вами, А со Духом вашим, Удаляя их от телесного, И показывая, Что не от закона, А от благодати приняли Духа. И что не закон, И не обрезание, Но благодать может сохранить В них Духа, Так же, как и сообщило Его. А назвав их братьями, Напомнил тем о купели, От которой мы становимся братьями, Чадами единого Отца Бога, А не от закона. Да будет же и с нами Благодать Божия, Так, чтобы нам жить по духу, И греховной нечистотой Не утратить божественного Освящения утешителя, Но всегда приумножать в себе Оноя во Христе Иисусе, Господе нашим, Который явил жизнь новую и духовную, Уничтожив ветхую и плацкую. Ему слава вовеки. Аминь. Аминь. Ну, как они все по порядку оборячили? А вот, что еще говорите? Людмила Степановна, Я по телефону связывалась, Она выписалась из больницы, Хотела быть, Но что-то опять же не могла. Людмила Степановна, Мы с ней связаны, Потому что я ее должен был привезти сегодня, Она вчера вечером отзвонилась после службы, Сказала, Я себя плохо чувствую. Она была на службе вчера? Нет. Я после службы приехал, Она мне подзвонилась, Что мы с ней договорились, Если все нормально будет, Я за ней заеду сегодня, Вот там, И привезу ее. Вот, А она позвонила, Сказала, Что плохо себя чувствует. Вы молитесь по-прежнему, Значит, А ее... Любовь Петровна, Я тоже навестила. Она сама, Ну, Как-то сейчас получше, Сильно страдает ее сестра, Ольга. Надо молиться, О даровании ей веры. Ну, По-моему, У нее дела очень плохие, А веры нет. Помоги, Господи. Ну, Еще болящие. Анна еще в больнице, Ей еще предстоит обследование, Так что, Молитесь, Там еще ситуация осложняется, Она еще... Может быть, И выпишут ее, Но обследовать ее еще нужно будет. Там не все просто. Ну, Антонина Севастьяновна болеет, Знаете, Немочная, Она вот сюда, И два приходит, И два ходит. Пальгуевых нет, Нет батюшки. Нет, Догуляевых нет, Ни старших, Ни младших, Не знаю, Какое значение. Ну, Галя на той неделе Написала, Что она болеет. Нет, Она вчера была, Она говорит, Это... Она вчера была? У нее... Нет, Она не на службе была, Она приезжала, Тут забрала бумагу для Тараси, И сказала, Что у них по воскресеньям Не ходят автобусы, А Саша уехал В командировку на машине. А, Точно, Саша же уехал, За него молит. Там у них частник Отказался возить. Ну, А старших непонятно, Почему нету. В ближний храм пошли, Галолед боятся. Наверное, Так, Еще кто у нас? Забылили. 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 Наверное. Забылили. Из-за непогоды не поехала, Болеет. Они сейчас с котом. Нет, Вефросини почему нет. Плохо стало, Она осталась. Плохо стало, Дома осталась. Что плохо? Температура, Что там? Головокия. 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 Головокия, голова. У меня погода тоже влияет на нее. Ну, давление. Сорманно влияет на нее. Янафа работает. Янафа работает. Янафа работает. Марина творает. Марина простудилась, И зубы у нее. Так, значит, Марина болящая. Зубы делают ей. Расковыряются. Они через гладицу. Так, еще кто у нас? Кого не вспомнили? Ну, Николай Курчина. Еще у него там не совсем. Потом-то вызовел там. После травмы. Ну, он с детьми там. Закрутился там. Еще в деревне. Забота у него разрывается между городом и деревней. Там деревни еще остались у него. Живность надо будет ее определять. Часть жилости он уже уничтожил, А еще осталось. Ну, не то, что уничтожил. Распределил. Ну, скажу так. Не живой. То есть она стала... Ну, вкусная. Так. Еще у кого? Кто еще у нас? Кого мы не вспомнили? Андрей. Не вижу Андрея. Где у нас? Ну, они там в детской были. Здесь он в детской. Сюда шли. Угу. Уехали уже? В 276 километров. Так. Кто еще? Кого не вспомнили? А Михаил? Михаил построили здесь. Слава Богу. Агафья хворает? Да, Агафья. Агафья хворает. Вот. Вспомнили Агафью. Валентину вспоминали. Валентину? Какую Валентину? Что? Валентину Борисовку, да, говорили они. Ну, скорее всего, из-за непогоды и поборели. Когда-нибудь все в кучу. Ну, еще то, что Елена Фауэр писала в группе, что вот они просили нам помолиться. С документами. Они сейчас поехали. Вы с пристали, я что-то поехали. Да, по прописке решать вопрос. Вот одно только маленькое дело. Ну, казалось бы, маленькое, но оно не маленькое. Подать документы на мужа в миграционную службу, потому что она-то гражданка Россия, а он-то нет. И вот она писала в воскресенье, что они пойдут в понедельник. В понедельник был выходной день, а назначили на вторник. Во вторник там надо было готовить справку, переводить ее у нотариуса, заверять. В общем, они это подали только в пятницу. Это все, представляете, из-за одного, ну, один поход тянулся неделю. И сейчас еще вопрос, ну, как она сказала, за кавыкой написала. Еще туда надо съездить в Усть-Пристань. То есть все настолько непросто у нас с этими документами, гражданством, видом на жительство. За нее все время нужно молиться по всем этим документам. Все сложно. Надо не забывать, что каждая справка, наверное, сопровождается стою. Да, еще и там какие-то платные, конечно, тот же перевод, тот же нотариус. Тоже заверить, все же какие-то документы на иностранном. Ну, дураконтическая машина, она такая. Тогда, вы помните, Вася приезжал, поступал к нам в мединститут плотников. Вот ему нужно было с греческого сделать перевод, чтобы здесь поступить. Ну, его аттестат или какой-то, нам тоже справки. Так ему для этого пришлось купить билеты на самолет, съездить в Москву, сделать там материальный перевод с греческой языка, потому что в Варнауле не было такого. Представляете, денег сколько стоит, слетать в Москву, справку сделать, и там еще за все заплатить переводчику, нотариусу, все. То есть это все настолько-настолько сложно, поэтому вот им сейчас, это, может быть, я не знаю, это месяца уйдут, наверное, когда они все-все-все сделают. Дойдут до полюса, доснился, до гражданства, может быть, даже годы на гражданство. Да, на гражданство, годы, это вот. Годы. То есть это... Сначала ему надо на разрешение на временное проживание. Следующий этап, вид на жительство. Это все до года. Помоги, Господи. Помоги, Господи. Чтобы он не разочаровался, чтобы вот о том, что переехал такую даль за тысячу километров. Да вы такие и есть, что теперь уже. Пускай привыкает. Нам нужны такие специалисты, а тем более... Скажите благодарность Господу, что нету коммунизма. Так, еще у кого? Геннадий Геннадий, вам слово. С прошлого собрания. Скажи, Ваня, вы неделю работали где-то? Нет, я учусь. Учусь. Ну ты же обещал, что ты к Андрею подойдешь. Прошу Андрея, как будто мне надо. Не было. То есть до дверей дошел, согласен. За дверь вышел, не согласен. И не позвонил, не сказал. Это же ваша жизнь такая будет. Мне там уже ничего не надо, Ваня. Ты говоришь, что такая работа не нравится. Никто не засылает там работать, если другая работа. Но если лето прошло, и на все оговорки шли. Я никогда не забуду, когда у нас картошку копали. Мы же не отказывали никогда. В Фросе я не вижу. Где она? Болеет. Болеет. Благослови, Господи. А она одна там за два сработала. А где Ваня? Вот заболел. Как заболел? Да уборка идет. А какая болезнь? Да у него насморк. Это насмешка же? Я говорю то, что было. И дальше я стараюсь, когда закончили работать, останьте здесь. Уже стемнялась ночь, уставшая. Поедем. Кто повез их? Вот он повез. Я вас удерживал? Удерживал крепко. Нет, все равно поехали. Вы уже ничего не будете делать еще. Какая опасность? То есть у вас воображение вообще отсутствует. Вот Инна посидит, это кубик-рубик она, она там по-другому сделал маленький, она и крутит, и днями просит, возьмет книжку, считает. Тебя с книжкой скажут, я не видел никогда. Работать ты можешь. Ну помнишь, там, когда работал. И даже ни разу не сказали. Я всю неделю. Почему не пошел-то? У своих людей работать к Андрею. Вот. Головачу. И там у тебя и продукты будут. И работа там, которые делали женщины всегда. Ну, на воз-то вывести, сено подать. Там не бревна поднимать-то. И тоже нет. Я этого вообще не понимаю. Как так? Я хлопочу, договариваюсь. В дверях еще. Ну, все, все, все. На улицы вышли, все, еду. С Андреем. Недели нигде нет опять. Вот кто у нас здесь наблюдатели? Это тоже касается этого. Кто там за ними где-то патронирует их? Тоже надо написать, сказать и проще. А то, я уже слышал, сказали. Я не поеду пока не благословить, ну, называют там, человека издалека, где. Было это? Ну, было. Люди не будут на тебя придумывать. Это же не чужой. Они постоянно это говорят. Они постоянно так говорят. Постоянно. Ну, не будем скрывать. Ну, не константа это все. Его звать как? Чего пока не Стас Юрьевич? Они даже на занятия не выходят по этому слову. Идти на работу? Человек далеко, не членовщий, но он хороший. Я еще раз говорю. Я чувствую, что человек хороший. Но его благословение, идти на работу или нет, мне это непонятно. Да как так? Раньше было, раньше. Вот я переехал в Искитим. Я первый же день, вот в обед я приехал, после обеда я скорее побежал в строительные организации, где меня примут. И что-то задержали. У меня остается только один день. Два дня я не был, уже суд. Меня уже арестовывают и приедут. Ну, да. Советская область. Где-то там решили, в воскресенье работают? Работай. Это я уже захватил. Это 70-е годы. Ты уже неоднократно попал бы под эту молотилку. Нет, что наследует. Притом это для тебя же стараемся-то. Я уж не знаю, как дальше быть. Я не хочу, чтобы остался разговор без последствий. Брат, скажи, что дальше делать? Ну, прошло-то не одна неделя, наверное, больше уже. Две недели. Ну ты, Ваня, нам объясни. Нет, нигде ничего нет. Хоть рубль в кармане появился. Я сейчас учусь. Батюшка, когда, слушай, он работает, и когда кончатся настройки, свободное время, ну, в 4 часа заканчивается, Ваня, послушай. И тогда ищут работу где-то, сверх этой, кому-то наняться, дачу делать. И тогда постепенно накапливаются деньги, и батюшка купил себе дом, построил дом. На работе работает еще как. Он услышал, у баптиста посещали, и говорит, они строят новый дом. Ну, кто хочет, приходите. И батюшка пошел, молитвен дом строить. Так там благодарность, он высокопрофессиональный каменщик. Так его там они принесли, это к нам, православный, пришел, и он говорит, мы слышим евангельское слово неповрежденное. Это никакие-то, ну, они ложь не проповедуют там, и поэтому во мне сейчас нуждаются. И его сразу подняли, говорит, сонощицы. Куда вас, кто будет искать вас, если вас сегодня не будет? Нету и нету. Поговорка есть, баба говорит, селеде, коню легче. Нехорошо это. Я все равно не слышу, что ты говоришь. Мне один вопрос. Почему ты не заработал за две недели не рубля? Не учится. Это никак, никак. Ну, возьми за это дело, наблюдатель это у нас. Как это победить до конца? Игнат Тихонович. Даже невероятно. Да давайте зададим вопрос конкретный. Скажи, пожалуйста, ты учишься в какую смену? Первую. Первую смену учишься? С восьми до? До двух часов. До двух часов. Но это зависит от пары, потому что могут у меня ставить и четыре пары, могут поставить даже пять пар. Так, ты сказал до двух часов. Два часа заканчиваешь учебу, дальше что ты делаешь? Ты работаешь? Ты должен работать по, как, альтернативной службе. Где у тебя? Я еще пока нету, у меня нигде. Они только с 25. Они же на месяц перенесли эти петли. С ноября. Так, лет обработали, нет? Я у меня не был 45. Нет, нет, они не работали. Ты должен взять эти пять месяцев, пять и три, 150 дней. Рассветом, закатом солнца. И ты один и тоже. Чтобы их на работу поднять, это, ну, нужен домкрат, не знаю. Конечно, нет, абсолютно непонятно, как так. Ребята мощно лежат. Вас разбаловали то, что там у вас кто-то помогает, делает. Как самы. Больше нас не помогает. Но мы хотим, чтобы самостоятельно начали забивать. И будет беда какая там уже положена, чтобы не мимо не прошло. Так, мы должны услышать, что Игнат Тихонович вам вот посоветовал. Тебя завел с Андреем, что с Андреем у вас не получилось? Я, получается, приехал, я думал, он где-то ближе будет, а он прямо в Черевном, далеко. Но мне туда ездить каждый день, это 160 рублей тратить туда-обратно, на пароезд. По времени, скажем, по времени куча. И что? Ты заработаешь 160 рублей, полагаю? Мне проще, мне проще устроить заработать, договориться со знакомым из Летом Училища. Ты полагаешь, что ты заработаешь меньше, чем 160 рублей? Тебе не хватит на работу, на проезд? А почему ты с Андреем-то не говоришь с работодателя? Ты с Андреем-то говорил об этом? Везет и увезет. Он тебя еще будет воздействовать. Почему не говорил? Тебя, Игнат Тихонович, предложил, ты согласился поговорить и не говорил. Это хорошо? Ты дал слово, и слово не сделал, не выполнил. Это по-христиански. Чему там вас ученые? Что за балбес-то такой? Это христианское поведение, скажи мне. Ну нет, так и справляться надо тогда. Так? Ну так и справляйся. Андрей, даже ввозил вас. Почему пришли? Как свободно так? Да главное, я несколько раз еще как... Зачем помочь на расстоянии? Я здесь спросил, Ваня. Я тебя воздейств просил, но потом на выход еще раз. Я так маску дозволю. Нормально все. Я и собираю. Я благодарю Бога, Господи слава тебе. Я Бога обманываю. Там беда. А я благодарю Бога. Ты помоги своим. А за деньгами никто не постоит. Ты что там? Ты что-то не то вообще лепишь. Я чего вас тут учил? Сидели там... Я скажу, что посоветую. Твоя мама за неделю может... Может за неделю до смерти. Я же вас бросил, что детей там моих не бросайте. Чего вас учат там? Вот ты нас бросаешь-то через колено, а не мы тебя. Я не знаю, я свое скажу сейчас. Ты и материнопожелание, заповедь, так сказать, от нее нарушаешь. Вы подумай немножко. Ваня, тебе третий десяток уже пошел. Именно третий десяток. В это время уже полки водили люди. Я уже бригадиром работал. Я уже бригадиром работал. 40 человек был. А ты сейчас сказал, все нормально, хорошее отношение. Что, молока не дали бы ему выпить? И творог там, и все есть. Да как можно за стол садиться, когда не работали? Павел говорит, кто не хочет трудиться, не ешь. Это заповедь. А многие говорят, кто не работает, не ест. Это неправильно. Кто не работает, больше ест. Ну, говорит. Одну фразу. Нет, ну, говорят, он же учится. Я думаю, что Станислав Юрьевич тоже говорит. Ваня учится, и это в приоритете. Ну, хорошая такая мысль. Ну, и как там, Игорь говорит, работал, или батюшка с 16, или там с 12 лет. Я с 14 работал. С 14, да. Ну, можно тоже сказать. Ну, это когда было? Когда это было там, они там работали? Сейчас другие времена. Но я тебе приведу пример наших времен. Вот у Гали ребятишки в каникулы, они работают все. Ну, посильно. Кто чем, конечно. Кто и где. Когда учатся, вот я, насколько знаю, Оливия даже в двух местах работала. Все время, пока училась в колледже. Ты бы тоже в Павловске мог найти какую-то работу. Два раза в неделю ходить на работу мог. Потом, вот был у нас брат Даниил. Я как-то с ним разговаривала, он говорит, я, он твой ровесник. Учится не в колледже, в институте. И он говорит, я финансово от мамы не завишу. У него только мама, папа умер. Финансово не завишу. Я говорю, а как так? Еще и квартиру потом снял, когда с общежития начались там эти. Он квартиру. Я говорю, а как, на что ты живешь? Ну, вот мне интересно, парень, молодой, ровесник. И живешь финансово, у мамы ни рубля не берешь. А как? А я работаю. До обеда учится, а после обеда. Говорю, а где ты работаешь-то? А все делаю. И снег кидаю, и на разгрузки-погрузки. Руки сильные, у тебя прекрасные руки, вот такие вот. Работает. Это в наше время, это сейчас, вот и сейчас он работает. Квартиру снимает. Ну, не на один, а не там, вдвоем или троем. Как я поняла, то есть работает. Ты говоришь, сейчас у тебя сессия началась. Вот у Ксюши моей было. Сессия и параллельная учеба. Она оттуда-сюда, оттуда-сюда бегала на занятиях. Пол-десятого иногда возвращалась с этих, с ригинских этих курсов. До девяти занятия были. То есть и училась, и она параллельно тоже работает. Второй год она ни рубля у нас не зила, у родителей. У нее есть мама, папа не берет, подрабатывает. Это примеры нашей жизни. И каждый из вас, учащийся и в колледже, везде подрабатывает. Фрося лето у вас работал. Ты в июне месяце получил диплом. Диплом в июне месяце. У нас на дворе сейчас середина ноября, да, уже почти. Ну вот, Игнат Ильичич задал вопрос, сколько ты работал, сколько заработал. У тебя нет ни пенсии сейчас уже. Ты перестал получать пенсию по потере кормильца. У тебя нет стипендий. У тебя нет ничего. Ты за счет Нестора живешь, за счет его пенсии, значит. У вас нет ни кур, вы не держите ни коз, ни кроликов, как ты умеешь держать, прекрасно все о них знаешь. Вы это все перестали держать. Ну вы бы еду себе выращивали, сказал, я занимаюсь кроликами, я не могу ходить на работу. Но у вас же ведь нет еды. У вас есть собаки и кошки, которых вы не едите. То есть, ну еду-то себе могли бы вырастить. Их надо кормить, ухаживать, им покупать корм. Ну у вас даже стайки, сарайки, все есть. Вы все знаете, где купить, где привезти. Могли бы держать, и тогда у тебя было бы оправдание. Я выращиваю еду, мы бы у тебя этих кроликов покупали. Я бы купила у тебя. Или там кур, или индюшек, или еще чего-то. Тогда было бы какое-то оправдание, почему ты не работаешь. А так, спишь, ты сам, в прошлое собрание сказала, что ты просыпаешься, 8 часов дальше, чем ты занимаешься, ну кошку, собаку накормил. Ну до вечера ты чем занимаешься? Я вот представить, чем ты занимаешься 4 месяца подряд. Об этом речь, о тебе. Ты как будущий жених, у нас тут только невеста. Вот они посмотрят, скажут, они все работают, учатся и работают. А ты и не учишься, и не работаешь 4 месяца. Ну какой ты, как ты в перспективе для них? Они что увидят? Я еще раз говорю, твоя сестра Фрося все лето работала. Помогала Енафе, и до сих пор она подрабатывает. Я вот слышу, Енафа говорит, у них как техничка заболеет. Фрося с учебы едет к ним и работает. У нас в больнице я работаю, вы знаете, с мединститута, из колледжа. Очень много, более, по-моему, 100 студентов работают. А как они могут? Они учатся очно. А вот так и работают ночами. Одно-два дежурства берут и работают. Потому что, ну, не в силах, наверное, родители им помогать или как. Они работают в институте, учатся в колледжах и еще плюс работают. То есть учеба. Ну я в институте учился и работал по началу. Это не прикрытие учебы, это не прикрытие. Тем более ты не двоечник, что тебя там отчислят. Ты отличник, у тебя там лучший диплом. Ты бы мог себе 5-10 тысяч, это вообще бы мог зарабатывать. Многие работают. Я не буду дальше перечислять, кого я знаю. Учатся и работают. Нам в институте два месяца давали. Вот я работаю, лето все работаю. Ну там нас посылают, как на стажерство, на бурение у нас было. И они не могут без меня обойтись. Они говорят, а мы сейчас не можем. Пускай еще работают. В институт справки посылают. И я еще два месяца у них работаю, как рабочий, все нормально. Приезжаю, денег полно. То есть и это поговорит, что человек, когда закончит, он точно будет работать. Его семья точно не будет голодать. Ну как будущий муж, отец и так далее. То есть это не оправдание учеба. Сидеть и 4 месяца ничем не заниматься, вообще ничем. Девчонки лет все работали, а ты... Нет, на тихо, на тихо. А, и я только объявление одно можно скажу. У нас, просто хочу попросить, помолиться. У нас лежит пациент. 22 года. И я хочу попросить за него помолиться. Парень, которому повредили обе руки. Повредились. Я не спрашивала, у меня язык не повернулся, как именно это произошло. Там или производственная мясорубка, или еще что-то. Отсекло. Одну руку вообще собрать было нереально. Ее ампутировали при поступлении неделю назад. За вторую борются. Там операции бесконечные. И из реанимации он даже не может никак выйти. Имя. Его зовут, вот еще интересное очень имя. Я еще спросила, говорю, откуда у тебя такое имя? Он, Еким. 22 года, Еким. Помолитесь за него. Я не знаю подробности, что там. Просто мне его очень стало жалко. Я спросила, говорю, ты в Бога веришь? Он, ну, да, вот. Ну, как бы что-то есть, я говорю. Есть. И зовут его Иисус Христос. Молись ему, пожалуйста. Иисус Христос, запомни. Ну, он в реанимации же там, он полусонный такой. Не знаю, запомнил он или нет. Я на следующее дежурство подойду к нему. Вот просто жалко, что его только хотели из реанимации, опять вернули. Там все очень серьезно. Операции идут, и сосудистого вызывали. Надо спасти ему вторую правую руку. Да. Речь идет. Молодой, 22 года, симпатичный, высокий. Помолитесь. Еким. Еким. Не Аким, а Еким. Хотел напомнить. Одно событие у меня было. Июля, август, 92 года я в Америке был. Я приезжаю, гляжу, где дружине там, видите, человек на огороде. А кто он такой? Мне говорят, это его отец приехал. А вот подполковник милиции на пенсии. Я батюшку спросил, он одним словом сказал, нехороший человек. А как ты знаешь, разговаривал? Нет, не разговаривал. Я просто посмотрел, он тяпает в огороде. Я сказал, нехороший. Батюшка прозрительный. Я потом стал подтверждать. Он на нас в прокуратуру клепал вот такая пачка. Но никто не обращал внимания, он в таком виде. Дальше-то. Тебе нужно было от батюшки получить документ, чтобы тебя сейчас не загребли. Было? Батюшка никак. Я говорю, батюшка, доходите. Я его не вижу, я не знаю, кто он такой. А я-то отвечаю за свою подпись. Кто не знает, я скажу, что в Потеряевке взяли у Андрея, сына, Никиту. И прислали благодарность на бумаге с подписью там начальника. Я всем разослал с печатью на бланке. Где-то день повара. Он заранее послушался. По альтернативной основе сдал в военкомат. А другие двое, которые были еще там, Александр и Игорь Глушков, Максим-то. И тоже, нет, брат, идите. У вас нету, вы безберроды, сказали мне так. И не стали даже слушать. Винтовки в руки. Идите. А ему на кухне такая благодарность. Какого сына воспитали, видимо, он работает. Иначе зачем бы они это присылали? Смотри, батюшка упирался как. Он мой брат, моложе меня, поэтому я так и разговариваю уже. Я его убеждаю, здесь вот пришел пораньше батюшка. Ну он такой вот это. Ну пусть он хоть как-то покажет себя. Я ж подпись ставлю. А потом меня спросят. Как он тебя батюшка знает? А когда говорит, я его ненавистов не знаю, говорит, нигде. Ваня, остановись на этом пути. Зачем ты мне говорил, что ты пойдешь с Андреем? Андрей подошел, поговорили. Ты меня несколько раз обманул. Я тебе разве позволял со мной так обращаться? Завтра меня не будет. Тебе легче будет? Они съездили туда, они на ферме были. Да подожди ты. Тем более ты у меня когда был там, шкурил и работал. Я тебя не обидел? Ты тут всем похвалился, сколько тебе дали где-то. Не хвалить с меня. Так, тема закрыта. Значит, напиши или как, выйдите на его там патронаж. Кто там за ним смотрится? А этот человек, который там есть, он мне все время, мой духовный отец, меня. Вы столько, я его ни разу, можно сказать, не встретились. Он очень хорошо относится по нашим материалам. Попросите его, чтобы он снял запрет на работу. Без его благословения можно работать, но я все равно не слышу. Можешь губами не шевелить, я не догадываюсь. У меня сильно большое обострение. Второе ухо, о котором слышал, едва слышу. Теперь, я хочу продлить немного сегодня воображение. Вы это записываете. Некоторые ничего не понимают, тянутся в патриархию. Это неплохо, что человек будет иметь. Нам никак нельзя. Против меня, люди знают уже, 260 роликов против меня только направлено. Какие угрозы там, мы у дверей там стоим, только выйдем. Ну, всякую гадость где-то. Я все принимаю, благодарю Бога. А священника не будет. Я говорил, что делать. Главное, что, в общем, батюшки сегодня нет, и мы разговариваем, заботимся. Дальше только молиться будем за упокой. Отец о кем знает это. Но наступает пост рождественский. Я говорю, если батюшки нету, изберите тут храмов 15, наверное, в Барнауле. Найдите, учите, который священник, вовремя рукоположен. Не за деньги там ничего не делает. Ну, найти можно. Есть такие люди. И вот, как только пост, причастились, исповедовались. А еще один из вариантов, если, милостью Божией, местный митрополит будет еще живой здесь, договориться, на какой день своих всех предупредить, он придет, проведет богослужение. И мы никогда не отрисали благодать от Московского Патриархии. Никогда. И нам эти советы, что там делали, они нас не касались. Мы с ними были вместе, и дети наши там причащались, и это все было. Епископы приезжали, мы беседовали. Значит, на будущее, это у меня на первом месте завещание вам даю. Сохраните общину. Общины не будет, все остальное, как воробьи, говорят, по помойкам, разлетитесь. Это так, говорят. Но нас объединяет общая молитва. Нас знают очень и очень далеко. Из разных стран люди молятся. Через два часа Господи, благослови общину Христово-Звиженскую, Святую Арпимовскую. Ну, слышала? Потеряевки, которые в городе. Люди нас не знающие. Но люди новые и новые подходят. Два варианта. Идти туда, мы не отрисали ее. И второе, пригласить туда. Но это надо, чтобы митрополит был тоже. Или с другим можно договориться. Это у меня на первом месте стоит. Сохраните себя. Теперь, на неделе, вот которая впереди еще есть, на неделе, будешь работать? Сейчас я. Скажи, я пойду работать, два раза меня обманул и проще. У меня ничего такого нет к тебе-то, как к человеку. Ну, нельзя так жить. Тебе надо когда-то начинать, брат. Когда-то надо начинать, иначе пойдет прахом. У тебя пример хороший под боком. Смотри, как следует, какой будешь. Все. Можно я дополню? В интернет-сообществе идет жизнь, и там очень бурная жизнь идет. Занятия каждый день. Вот у нас многие не выходят. Ну, молодежь хотела, чтобы выходить. Но брат Станислав, который их курирует, мы с ним не можем договориться. Со Станиславом Курганским договориться не можем. Я с ним сколько раз говорил, отпусти их на занятия ходить к нам. Он, и мы там сами занимаемся, что-то там занимаемся. Да ты хоть зазанимайся с ними. Они в 6 часов все свободны, чтобы они на наши занятия выходили. Ефросине говорю, позвоню ей, выйдет немножко. Раз, уже нету опять. Или с телефоном там что-то, или так далее. То есть какое-то то ли лукаство, то ли там бес ходит и кружит по сторонам их, я так предполагаю. То, что там, видать, с отцом их там целый легион этих бесов. А люди с других мест приходят в интернет-сообщество. Молодые люди, ну, всякие дети там, и с семьями приходят. И занимаются, и занимаются, вопросы задают. Им все интересно. Но они далеко очень, очень, тысячи километров до нас. И вот сейчас пошло прям у нас оглашенных, там уже человек 20, приблизительно. 20 человек на следующий год оглашенных, которые приедут креститься. Люди, которых вы вообще не знаете. А вы могли бы там с ними беседовать, с этими людьми молодыми. И так далее. Ну вот на моем, как бы, попечении сейчас один. Георгий Байдуков его фамилия. Байдуков. Байдуков такой был очень известный летчик. Герой Советского Союза. Полярный. Полярный, тем более, да. Георгий, запомните. Мы его летаем. И очень хороший человек. Ну, до такой степени вот. Ну, он похож на дроботов братьев. Такой скромный, ну, молчаливый. Он сам себя не знает. Золотой парень. Работает постоянно. Я говорю, а кем ты работаешь? Закончил, типа, ремесленное там что-то по металлу. И на заводе металлоконструкции работает там рабочим по сбору разных металлоконструкций. Он говорит, у нас больше двух тысяч различных металлоконструкций. И все это надо уметь собирать и так далее отправлять. Работает, знаете, где такой холодильник был раньше? А, нет, нет, это плита. Лысьва называется. Вот он прямо в этом городе живет. Я говорю, о-о-о! Надо же, как интересно. Он такой не очень большой. Тысяч на семьдесят. Вообще весь утопающий в зелени. Городок такой прекрасный. Ну, сами понимаете, там чуть выше, к северу туда. Недалеко от Москвы, кстати. Не так уж и далеко. Ну, это, вот сейчас вышло «Сердце Пармы» фильм. Это как раз о тех местах. Ну, Пермь. Пермский край. И он захотел стать оглашенным. Двадцать девять лет. Ну, такое впечатление, как будто ему лет двадцать. А может даже шестнадцать. Я говорю, какой ты... Он не женится. Я просто смотрю, он не женится. Он, нет, этот парень. Если останется верующим и станет верным, он, ну, не знаю, может быть, пахнет. Господь какое-то чудо сотворит. Ему только Христос нужен. Вот постоянно разбираем там с ним. Давайте еще что-нибудь разберем. Ну, прям такой прилипучий. Я говорю, ты на всех занятиях живешь? Ну, да, все смотрит. Я говорю, слушай, ну, давай. Он говорит, я думал, мы каждый день будем с вами заниматься. Ой-ой-ой. Понимаете? Вы помолитесь. Вот люди такие есть. И еще один выходит. Тому, тот моего возраста. Иван его звать. Емшанов. Сегодня у него заканчивается эпитемья. И он становится оглашенным. Уже заявление подал и так далее. Сейчас там месячное молчание в интернет-содружестве. За то, что он выскакивал, ну, такой, типа я. Ну, только, ну, в общем, не совсем такой. И заканчивается у него месяцное. И теперь, значит, начнем с ним оглашение. Как с ним оглашение вести? Он все знает. Больше, чем я даже, наверное. Ну, посмотрим. То есть, вот двое, значит, у меня, я поручителю двоих оглашенных. И хорошие люди вообще, такие интересные. Я как представлю их всех воображением, что они здесь с нами. Это вообще другая жизнь была бы. Вот такие люди. Огненные есть прям, горящие там. Ну, далеко горят. Но, видать, нужно. Знаете, как показывают восстание там рабов и показывают, ну, там, Спартака, допустим. И там где-то Капы, где вот они восстали. Там такое огромное пламя горит. А потом, а в других городках там поменьше пламешки. Ну, везде все охуачено, как бы. И у нас то же самое. Саб-квартира Барнаул. Тут у нас горит Игнат Тихонович. Ну, вот так вот. Пока, слава Господи, горит что-то. Но у нас, опять же, проповеди нету никакой. Не проповедуем. А кто-то был бы, вот, хотя бы из них открылся. Из молодых братьев-то вот там. Сюда бы пришел, уже бы, чтобы что-то бы закипело. Или молодежь наша бы раскрылась. Ну, они, видите, ну, как сфинксы. А сфинксы никуда не ходят. На них ходят, смотрите. Надо, чтобы не сфинкс был, а прыгучий гепард какой-то. Ну, нету такого. Одного подрезал был у нас. Подрезала жизнь. Ну, как бы отпрыгался. Спасибо, Христос. А кто с Георгием, которого должны были призвать-то? Он, я не знаю, на них требует. А у него, он, ему отдали отсрочку два месяца с тем, чтобы он согласился быть наводчиком в орудии. У него, видать, так я понимаю, артиллерийская какая-то подготовка. Нет, ну, что бы он наводчиком. Военно-специальная такая. Да. Если у него он был действительно на орудии, наводчиком, это очень, очень сейчас востребовано. Ну, потому что это у меня такой же вуз тоже, артиллерия. Меня бы тоже забрали, если бы я не был коллегой. Достойная стякова истину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и ныне порочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херурим, и славнейшую без сравнения Серафим, Без истления Бога Слова Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца, священники, которые не служат Тебе как должно. Пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бог и Егова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия Авва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву воздяне рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Божия. Соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты всемогущий Создатель. Ты сотворил этот мир и сохраняешь его, как зиждитель. Ты, Боже, знаешь все прежде бытия. Услышь и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий и пролитой крови, Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, за нас грешных. Прими и исполни нашу молитву о всех заповедавших нам, молиться о них, спаси их и помилуй. И о незаповедавших просим, отверзи двери покаяния. И благослови призванных там, как на фронт, знакомых нам, сохрани их, если угодно Тебе, возврати их в мире, не допусти, чтобы они были убийцами. Тебе, Боже, хвала, Тебе слава, счастье и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Младыка, слушает и дослышит рабы Твои голос Твой. Аминь. Спасибо, Господи. Брат, но ты совсем отказал? Не, 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 не. Не, просто разъясни. А что там, да?